7 числа предстоял полет моей дочери в Сочи. Полет 1 час. И вот она пишет уже после регистрации, прохождения регистрации. В итоге по прилету она сказала, что у нее было желание покинуть самолет, плюнуть на потраченные деньги, потому что ей было очень неприятно лететь, так как ко всему прочему этот человек еще первым побежал в самолет. Вот. И уже 9 числа я, значит, переживала и позвонила в ФСБ. Там еще полчаса было. В общем, никаких видимых действий мы не заметили. Я не заметила, и дочка тоже. Но, тем не менее, она долетела хорошо. Позвонила мне. И вот уже 9 числа мне попалась такая информация. В правительстве Канады заявили, что Российская Федерация. Тем временем уже ряд стран рекомендовали покинуть Россию из-за угроз терактов. Посольства США и МИД Великобритании вечером 7 марта предупредили своих граждан о возможных атаках экстремистов в Москве. И рекомендовали избегать массовых скоплений людей в течение ближайших 48 часов. Я уже выпускал об этом ролик и спрашивал представителей, почему, если они знают об этих атаках, они не передадут информацию в компетентные органы. Посольство США в Москве предупредило 7 марта о планах экстремистов атаковать публичные собрания, включая концерты, в течение двух дней. В своем сообщении посольство рекомендовало гражданам США избегать участия в крупных собраниях в ближайшие 48 часов. А что, когда 48 часов пройдет, все успокоятся, что льет этого непонима, или что этих людей поймают уже, или что-то уже произойдет. Какая-то странная риторика. Итак, Великобритания что говорит? Представители МИД Великобритании, в свою очередь, сослались на то, что посольство США отслеживает планы экстремистов в Москве. В связи с этим, МИД посоветовали своим гражданам воздерживаться от поездок в Россию. Латвия. МИД Латвии призвал своих граждан не посещать Россию и рекомендует тем, кто уже находится там, как можно скорее покинуть страну. Да, ребят, что-то прям жестокое намечается. МИД также предупредил о возможности актов в Москве в ближайшие 48 часов. Швеция. Министерство иностранных дел Швеции также не рекомендуют посещать Россию и посоветовали воздержаться от поездок в страну. Там подчеркнули, что данное сообщение остается действительным до получения дальнейшей информации. Как будто вот прям не дают людям сейчас приезжать в Россию. Канада. В правительстве Канады заявили, что в случае нахождения в Москве рекомендуется избегать больших собраний, концертов и общественных мероприятий. Важно всегда обращать внимание на свое окружение в общественных местах и следить за последней информацией через местные СМИ. Отметили канадские. Ну, до того, как мне попалась эта информация, у меня были вот такие мысли. Знаешь, Оксана, у меня тут такие мысли, что, возможно, могло что-то произойти, но поскольку они спалились, а им нужно было, что типа это произошло случайно. И, возможно, из-за того, что спалились, они, может, там прослушивают по своим каналам как-то что-то органы. И поэтому они, может, отменили. У меня вот такие мысли какие-то в голове. Ещё. Мне прислали вот такие кадры из самолёта. Пролетели они между двух слоёв по блоку. Шесть часов вечера, восемнадцать, был заход солнца. Она снимала восемнадцать, двадцать четыре. Всем желаю быть бдительным перед тем, как дочка оценивалась на рейс металла. Я ей сказала, будь внимательна, оглядывайся по сторонам, никому не доверяй. Вот такая история. Субтитры создавал DimaTorzok